Проект «Дивеево. Живая история» выиграл президентский грант. В прошлом году его создал инициативный житель села Павел Сушков при поддержке районной администрации Дивеева и местных предпринимателей. На средства гранта Павел оцифровал порядка 12 тысяч фотографий со старых плёнок, архив районной газеты «Ударник» и частные архивы жителей Дивеева. Так родился виртуальный музей «Дивеева вчера». Здесь собраны фотографии, видеофрагменты и кинохроники Дивеевской земли XIX-XX веков. Фотовыставка «Дивеева со старых плёнок» стала продолжением в работе над проектом. Изначально планировали выставить только фотографии торжеств Серафимовских 1991 года, но потом, чтобы немножко расширить кругозор посетителей наших, мы решили, что нужно дать к ним предысторию. Сначала первый отдел содержит фотографии XIX века и начало XX до разорения монастыря. Во втором разделе выставки – фотографии прошлого столетия, начиная с 30-х годов. На них можно увидеть, как жили девеевцы в советское время, как выглядела разорённая территория монастыря. По словам Павла Сушкова, некоторые фотографии были для него открытием. Есть, например, кресты на источниках. Хотя везде на слуху то, что были гонения, что никаких крестов не было, что верующих с источников прогоняли. Нет, это на самом деле оказалось что-нибудь совсем. Может быть, не везде так было. Жемчужина выставки – фотографии Николая Кузяева, мастера Гончара и села Елизарева. Оказалось, что Николай Иванович работал профессиональным фотографом в фотоателье на территории монастыря. На его снимках запечатлены события 1 августа 1991 года. В этот день в Дивеево торжественно перенесли мощи преподобного Серафима Саровского. Выставка Дивеева со старых плёнок проходит в Дивеевской школе художественных ремёсел по адресу переулок Галяково, дом 3. Посетить экспозицию можно с 12 до 17 часов ежедневно до конца сентября. Вход свободный, без возрастных ограничений. Светлана Ирунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.